К теме пандемии. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 202 миллиона. В Азербайджане за сутки выявлено 1289 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 409 человек. Жизни пятерых пациентов спасти не удалось. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров страны. За прошедшие 24 часа в Азербайджане от коронавируса вакцинированы более 59 тысяч. Общее число использованных доз вакцины составляет свыше 5 миллионов 370 тысяч. О ситуации в мире в следующем сюжете. Смертность от коронавируса растет в России с января по июнь. В стране умерло более 1 миллиона человек. На 16% больше, чем год назад за тот же период. Российские медики зарегистрировали случай, когда один пациент заразил коронавирусом полторы тысячи людей. Таких людей называют суперраспространителем инфекции. По статистике, один инфицированный стандартным вариантом ковида заражает от 2 до 3 человек при дельте штамме от 5 до 6, а суперраспространитель значительно больше. По количеству летальных исходов Россия уступает лишь Бразилии и Индии. Две страны стали мировыми лидерами по абсолютному количеству умерших от коронавируса в июне. В Бразилии за месяц было зафиксировано более 55 тысяч смертельных случаев, в Индии — 67 с половиной тысяч. Вакцинация и локдаун — самые эффективные меры по борьбе с невидимым врагом. С этим не согласны жители Франции. Французской столицы проходят акции протеста против ужесточения санитарных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Парижане требуют, чтобы вводимые правительством ограничения не нарушали свободы граждан. «Долой санитарный пропуск, долой санитарную диктатуру», — скандируют участники акции. Новые меры, в частности, требуют от жителей наличия санитарных пропусков, которые с ближайшего понедельника следует предъявить в театрах и концертных залах, ресторанах, кафе и магазинах. Соседние Германии уже напротив идут на смягчение локдауна. Уальд, Ренейд, Фестсаль, Кройсберг и Метрополь стали тремя из шести берлинских клубов, которые открыли свои двери для любителей вечеринок. Инициированный Сенатским департаментом по делам культуры Европы проект «Перезагрузка клубной культуры» является пилотным. Вход воспрещен для тех, у кого отсутствует пицца-артест.